Если вы хотите кожу на миллион долларов, то в этом видео я покажу, какой продукт сможет вам это обеспечить. Сегодня этот продукт на мне. Мы с вами будем делать полный обзор и тест-драйв новой тональной основы от YSL, которая называется Touche CLA All-in-One Glow Foundation. Да, тональная основа от YSL не дешевое удовольствие, но вы знаете, после фиаско с Colourpop мне пришлось даже на неделю прерваться в съемках и залечить все-таки участок кожи, который вот здесь вот у меня воспалился, и я решила, что нужно себя побаловать. Как я уже и сказала, тональная основа не из самых дешевых, то есть вот сейчас я смотрю на парфюмерию YSL, она стоит 1169 гривен, и это ее официальная цена, то есть здесь без накруток, без ничего. В парфюмерии вообще отличный магазин для покупки люксовой косметики, но там, кстати, не только люксовая косметика есть, и они все доставляют напрямую из Европы, то есть оно все тут не лежит, а свеженькое доставляется оттуда. Это, кстати, не совсем тональная основа, это скорее тонирующий крем, то есть у него очень легкое покрытие, производитель нам обещает, что это от легкого до среднего, и если вам нравится, как сейчас выглядит тон у меня на лице, то обязательно продолжайте смотреть, потому что мне очень нравится, и я считаю, что это очень крутой претендент в своем сегменте, и я вам обязательно все покажу сегодня, и тест-драйв на протяжении всего дня, и как этот тон выглядит при дневном освещении, если вы здесь не впервые, вы знаете, как я делаю свои тест-драйвы, то есть я стараюсь максимум информации всегда давать, а если вы здесь впервые, то обязательно подписывайтесь на мой канал, это можно сделать вот там вот внизу, и сразу после подписки нажмите еще колокольчик, это вам будет гарантировать, что YouTube будет присылать вам уведомления, как только выйдет мое новое видео, так что обязательно это сделайте, и давайте переходить к тест-драйву. Оттенок этой тональной основы я взяла B20 Ivory, это второй самый светлый оттенок, и у меня есть такое подозрение, что это должен быть мой идеальный оттенок, по крайней мере, я так думаю, потому что в последнее время что-то мне не везло, я то сильно темную закажу, то сильно светлую, а вот эта, мне кажется, должна подойти идеально. Здесь, кстати, написано, что нужно вот так вот сделать перед тем, как ее наносить. Что вы, кстати, думаете о такой упаковке? Я сначала думала, что это просто обычный тюбик, из которого выдавливается тональная основа, но нет, здесь помпа, и на мой взгляд, это вообще очень классная упаковка. Во-первых, она не побьется, во-вторых, она достаточно легкая, то есть если нужно носить с собой или где-то возить с собой, то это, мне кажется, вообще идеальная просто упаковка, и на мой взгляд, именно наличие помпы делает ее идеальной. Давайте теперь на текстуру посмотрим, кстати, сделана она во Франции, 30 миллилитров, ну, собственно, по таким базовым фактам все. Серьезно? Как видите, она абсолютно не жидкая, а скорее даже такая муссовая текстура у нее. Давайте пробовать наносить. Да, мне кажется, оттенок должен мне подойти, тем более, что это тонирующий крем, то есть это даже не тональная основа полноценная, поэтому я думаю, она должна хорошо слиться с кожей, и мне кажется, что я права. Пока очень симпатично и очень натурально это выглядит на лице. Вот она прям втушевалась, и я от кожи это отличить вообще не могу. Давайте я сейчас буду наносить это все до конца, и за кадром я вам прочту, что нам обещает производитель по поводу этой тональной основы. Сейчас я нахожусь на официальном американском сайте YSL, потому что здесь наиболее полное описание этого продукта, в отличие от каких-то русскоязычных сайтов. И здесь написано, что это любящий кожу, многофункциональный увлажняющий крем средней степени покрытия SSPF23, который выравнивает тон лица, устраняет тусклый вид и разглаживает мелкие морщины. Этот крем производится во Франции из наилучших пигментов и ингредиентов, которые ухаживают за кожей. Формула не содержит масел, талька и некомедогена. Формула на 70% состоит из воды, гиалуроновой кислоты, витамина Е и антиоксидантов, которые обеспечивают интенсивное увлажнение и улучшают текстуру кожи, мгновенно создавая естественно светящийся вид без блеска. Это твоя кожа, но лучше. Не хочу показаться голословной, но по-моему я влюбилась. Это именно то, что я искала долгое время. Это очень тонкая текстура, очень легкое покрытие, сияющее, красивое покрытие, но при этом она абсолютно растворяется в коже. То есть ее наносишь, сверху вообще ничего не лежит, она полностью сливается с текстурой кожи, то есть ее вот так вот отличить на лице практически невозможно. По первым впечатлениям, это именно та тональная основа, которая делает лицо живым, кожу делает такой холеной, лоснящейся, красивой, но при этом практически ничего не перекрывает. То есть, конечно, если вам нужно покрытие, вам нужно что-то перекрывать, то это совершенно не ваш вариант, но вы видели, как кожа моя выглядела до нанесения, как она выглядит сейчас. Сейчас основные недостатки, мне кажется, все равно она перекрыла, остались только какие-то мелкие проблемы, которые можно потом и консилером дополнительно проработать, но мне сейчас очень нравится этот финиш. Если она вот так вот продержится на протяжении дня, не поползет, не залезет во все морщины и не сделает ничего гадкого, то я уверена, что мы с ней построим долгие и серьезные отношения. Если так совсем придираться, то на носу она легла немножко более плотно, немножко более видно, потому что нос у меня всегда более сухой, и на нем часто есть какие-то шелушения, и если есть какие-то шелушения, да, она ложится немножко, так знаете, более заметно. Но что касается остальной кожи, вот на лбу, на щеках, на подбородке, вообще абсолютно идеальное нанесение, я ее совершенно не вижу на коже, и я вам в любом случае покажу, как она выглядит при дневном освещении, и все как всегда, мы с вами будем тестировать ее на протяжении всего дня, но пока что мне она больше всего нравится из всего, что я тестировала, именно в плане такого эффекта, то есть абсолютно легчайшее покрытие, совершенно незаметно на лице, но при этом лицо холеное, сияющее и красивое. Давайте я, наверное, сейчас закончу свой макияж, посмотрю, как сверху ложатся тоже продукты на нее, и тогда уже вернусь к вам для подведения итогов. Я закончила свой макияж, и когда я смотрю на себя в зеркало, вот первое слово, которое приходит на ум, это свежесть. Это тональная основа, вернее, тонирующий крем, это, наверное, действительно средство, больше всего подходящее для возрастного макияжа, ну, как минимум, хотя бы от где-то 30 лет и старше. Больше всего, мне кажется, все-таки это будет подходить тем, кто смотря на себя в зеркало, видит тусклый вид лица, и вообще вот такой вот уставший, тусклый вид, который как ни старайся, что ни делай, он как-то не уходит. И вы знаете, частично этот тон даже диктует свои условия, потому что после того, как я его нанесла, мне даже не хотелось какие-то сухие текстуры использовать на лице, чтобы не исчезла вот эта холеность лица, чтобы ее сохранить, поэтому я сегодня нанесла еще и жидкий хайлайтер на скулы, и совсем слегка прошлась только бронзером по периметру лица, и мне также захотелось достать какую-то освежающую такую помаду, и мне показалось, что это подходит сюда идеально. В заключении могу сказать, что если вы искали какой-то тонирующий крем с легким покрытием, который будет создавать вот именно такое холеное лицо, то я бы на вашем месте обратила бы внимание на YSL, как минимум посмотрите еще на него отзывы, почитайте отзывы в интернете, потому что по моему опыту, среди всего, что я пробовала за последнее время, вот это действительно очень крутой претендент. Ну и давайте я сейчас покажу, как выглядит эта тональная основа при дневном освещении, чтобы вы смогли и сами посмотреть все, о чем я говорила на протяжении всего этого видео, и понять для себя, нравится вам этот эффект или не нравится. Ну и, конечно же, остался очень важный аспект, а именно стойкость на протяжении дня. Сейчас у нас на часах 13.20, и где-то приблизительно в 12.30 я, наверное, нанесла этот тон на себя. Сейчас я покажу, как продержался этот тон на протяжении дня, и как он выглядел в конце дня, и также поделюсь заключительными комментариями. С момента создания этого видео и до момента его монтажа прошло около недели, и я просто не могу остановиться в использовании этого тона. На данный момент я считаю, что это лучшее средство на каждый день, чтобы выглядеть ухоженно, дорого, но при этом не переживать за стойкость. На мне этот тон держится на протяжении всего дня просто идеально, но я поняла, что самая железобетонная стойкость у него тогда, когда я припудриваю нос. Тогда он не начинает блестеть, и все лицо выглядит идеально. Я подтверждаю, что лучше всего тон подойдет для более возрастной кожи, начиная с минимума 30 лет, так как он хорошо увлажняет, добавляет свечение, убирает тусклость, но в то же время абсолютно не заваливается в морщины и поры. На мне этот тон в один день был на протяжении 12 часов, и когда я его смывала, то он выглядел практически так же идеально, как и при нанесении. Самые близкие его аналоги это, наверное, Armani Luminous Silk и Lumine Natural Glow Fluid, но оба они имеют более плотное покрытие и структуру. И маленькая приписочка, видео не спонсировано, никем не оплачено, поэтому все, что вы здесь услышали, это мое субъективное мнение, которое я стараюсь подкреплять отснятым материалом, в том числе и макросъемкой, и дневным освещением, поэтому независимо от того, что говорю я, вы сами можете делать выводы, основываясь на собственных ощущениях от просмотра видео. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось и было для вас полезным. Обязательно поставьте палец вверх, потому что это очень помогает развитию моего канала. Если хотите его поддержать, обязательно ставьте палец вверх. Если вы здесь впервые и еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Это легко можно сделать вот здесь, нажав на эту круглую иконку. И если у вас есть еще какое-то время, вы можете посмотреть другие мои видео, которые вам сейчас предлагает YouTube. Если вдруг вы их уже смотрели, то мы с вами обязательно увидимся через несколько дней в моем новом видео.